В эфире программа «В поисках семейного счастья». В данной программе мы рассмотрим негативные последствия добрачных отношений. Допустим ли добрачный секс? Является ли это безобидным развлечением? Следует ли ждать до свадьбы? Обязательно ли регистрировать брак? Данная программа отвечает на эти и другие актуальные вопросы. Вначале приведем несколько любопытных фактов. 1896 год. В этом году на экраны вышла художественная картина под названием «Поцелуй». Данная картина стала настоящей сенсацией. В этом фильме впервые в истории киноиндустрии на широком экране был показан «Поцелуй». Это была очень короткая сцена, которая вызвала бурную реакцию. Это был общественный шок. Возмутилось практически все общество – кинозрители, кинокритики. Данная картина получила следующую рецензию. Это шокирующий, непристойный и безнравственный фильм. После этого на экранах появились еще ряд подобных, так сказать, рискованных фильмов. Это опять вызвало взрыв возмущения, накал недовольства нарастал. В конечном итоге в 1930 году принимается так называемый «Кодек Хейса». Данный «Кодекс» вводил жесткие нравственные стандарты в американском кинематографе. Некто сказал, что кино было затянуто в тугой цензурный корсет. Во-первых, это были запреты. Например, строго запрещалось показывать наготу и поцелую. Отношения вне брака должны представляться как недопустимые. Был полный запрет на тему однополых отношений, насилия, преступлений и наркотиков. В «Кодексе Хейса» прописывались также некоторые общие принципы. Производители фильмов призывались продвигать традиционные христианские ценности. Повторяющейся темой всех фильмов должны были быть такие тезисы. «Зло ошибается и наказывается. Узы брака всегда должны представляться как священные». Можем ли мы сегодня представить подобные стандарты в современном кинематографе? К сожалению, сегодня ситуация радикально изменилась. Мы видим, как в гипертрофированном, неприкрытом виде демонстрируется аморальность, жестокость и насилие. К сожалению, почти в каждом фильме добрачные и интимные отношения представляются как норма. В современном обществе грех пытаются узаконить, его открыто пропагандируют. Кино – это показатель того тренда, того морального климата, который наметился сегодня в обществе. Сексуальный дебют все чаще не связывается с заключением брака. Внебрачные и половые отношения, случайный секс, гомосексуальные связи – все это, к сожалению, стало нормой. Исчезли жесткие критерии для оценки поведения мужчин и женщин. Молодежь третьего тысячелетия. Какова она? О чем говорят статистические данные? Согласно результатам исследования, 64% юношей и 54% девушек, подавляющее большинство опрошенных, считают, что секс до брака возможен и допустим. Немалый процент из опрошенных не считают необходимым для себя вступление в брачный союз и не видят в нем никакого смысла. Не видят ничего плохого и в том, что девушка теряет в невинность до 15 лет. Полностью исключает возможность добрачных интимных отношений лишь 9% женщин и 4,5% мужчин, согласно опросу. Современная тенденция такова, что к 15 годам сексуальный дебют имеют 6% девушек и 20% юношей. К 17-летию каждый второй подросток начал сексуально-партнерские отношения, а уже в 19 лет 82% подростков оказываются сексуально активными. В данной программе мы рассмотрим негативные последствия добрачных отношений. Вседозволенность и так называемая свободная любовь приносят печальные результаты. Свобода сексуальных отношений обернулась настоящим бедствием. Почему практикуют добрачные отношения? Потому что видят в них больше привлекательного и не замечают крайне негативные последствия. Почему добрачные связи привлекают? Почему многие живут вместе, ведут общее хозяйство, но при этом не регистрируют свои отношения официально? Социологи и психологи провели много исследований. Данные исследования показывают, секс до брака имеет ряд отрицательных последствий. Какие негативные последствия влекут за собой добрачные отношения? Мы рассмотрим аргументы тех, кто оправдывает интимные отношения до брака, и рассмотрим также контраргументы специалистов данной области. Какие аргументы приводят сторонники свободных добрачных отношений? С какими мотивами связано сексуальное поведение в подростковом и юношеском возрасте? Добрачные связи обычно оправдывают естественными потребностями. В качестве основного мотива подобного поведения является получение удовольствия и не связано ни с брачными интересами, ни с намерением иметь детей. Сексуальное поведение в подростковом и юношеском возрасте носит отчетливо экспериментальный характер. Это вызвано и любопытством, с одной стороны, и желанием получения удовлетворения и сексуальной разрядки. Молодые люди порой говорят, у меня есть потребность, половое влечение заложено в нас природой, его подавление противоестественно и может нанести вред здоровью. Является ли внебрачный секс безобидным развлечением? Когда звучат подобные заявления, какие контраргументы приводят специалисты в области психологии и религии? Один из контраргументов, которые приводят специалисты в данной области, это понятие самоконтроля. Половой инстинкт естественен, однако бесспорно и другое. Зрелость характера человека определяется тем, в какой мере он контролирует свои влечения. Чувствами должен управлять разум. Только животный мир руководствуется инстинктами, однако человек отличается тем, что он способен контролировать эмоции и контролировать свои чувства. Удовлетворение половых потребностей вне рамок брака рассматривается как неспособность контролировать свои страсти. Еще один контраргумент, который приводят специалисты в области семейных отношений, это легитимность. Помимо полового инстинкта, у человека есть ряд и других естественных потребностей. Однако удовлетворять их следует законным способом. Например, чувством голода не может быть оправдано хищение, насилие или другие незаконные формы его утоления. Подобным образом, интимные отношения возможны и допустимы лишь в официальном браке. Чтобы разрешить вопрос удовлетворения естественных потребностей, следует искать возможность вступить в зарегистрированный брак. В официальном браке мужчина и женщина выбирают законный путь удовлетворения своих значимых потребностей. Огонь в очаге камина созидает, однако если он выходит за его границы и пределы, это может закончиться пожаром и трагедией. Подобным образом, огонь полового инстинкта созидает лишь в рамках брака, пока горит в очаге супружеских отношений. Выходя из этих границ, он превращается в разрушительную стихию. Сексуальная энергия в русле семейных отношений – это благо. Если же плотину, которая сдерживает напор сексуальной энергии, прорвало, и она бесконтрольно выходит из берегов, неподконтрольная и неуправляемая сексуальная энергия приносит с собой разрушительные последствия. Чтобы не навредить к священному и драгоценному дару под названием секс, прилагаются правила. Согласно этим правилам, интимные отношения возможны и допустимы лишь в официальном браке. По закону причинно-следственной связи, нарушение этих правил влечет за собой негативные последствия, подобно тому, как езда на скоростной трассе не по правилам может закончиться трагичным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова